Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я сказал, что я перешел на срочный рынок и в пятницу там открыл шорт индекс РТС для того, чтобы хеджировать. То есть видео называлось «Инвестируйте без фанатизма» и о чем речь шла? О том, что сейчас, в общем-то, ожидается, что рынок акций будет немножечко проседать и для того, чтобы компенсировать вот это проседание, да, и доллар будет расти, в принципе, что и происходит. И поэтому я решил перейти на срочный рынок, там небольшую сумму туда ввел. Еще раз хочу подчеркнуть, что на срочном рынке торговля крайне рискованная штука. Вот, там можно очень здорово потерять, поэтому я туда вывел очень-очень небольшую сумму и для того, чтобы компенсировать вот то падение акций, которое я ожидал, в общем-то, что и произошло. Собственно говоря, давайте посмотрим, что произошло сегодня. Сегодня понедельник. Вот, посмотрите, мой портфель на рынке акций. Вы видите, что он практически не изменился. Единственное, что я сделал, что я закрыл нахрен тантал, причем с убытком. Он закрылся по стопу, потому что он продолжил там падать, ну его нафиг. Посмотрите, ну, в общем-то, все падало потихонечку, как и ожидалось. Давайте посмотрим на графике, что ли. Вот. Ну, РУС-28. РУС-28 это облигация. Что с ней будет? Она в валюте. Вот. И скорее она растет, чем падает. Вот. И, кстати, РУС-28 это 43% от портфеля. Ничего с ней не будет. Она только растет, потому что доллар растет. Вот. Теперь дальше. Обувь России, значит, у меня осталась. Ну, она вот падает достаточно ожидаемо. Кстати, недавно поступили дивиденды за обувь России и весьма-весьма неплохие. Там 2300 рублей у меня было. Вот. Дальше. Детский мир смотрим. Детский мир. Ну, вот где-то здесь дневной график. Он болтается на месте. Никуда не девается. Распадская, насколько я помню, упала слегка. Да, она упала и продолжает падать. Я ее не закрываю. Просто наблюдаю и все. Полиметалл на следующем. Вот он, полиметалл у меня. Полиметалл, ну, в общем, сказать, не растет, не падает. Яндекс. Яндекс, насколько я помню, говорят, упал. Я даже не смотрел. Да, Яндекс упал. Так, дальше идет у меня система. Ничего страшного не произошло. Слегка упала. Дальше. Новотек. Новотек вообще не изменился сегодня. Так, дальше. Обувь России я уже показал. Газпром. Газпром, насколько я помню, упал. Да? Да, немножечко так. Совсем чуть-чуть он чуть-чуть припал. Ну, в общем, дальше все не так интересно. Аэрофлот я сегодня уменьшил в два раза долю, потому что он упал. Вот. И я решил его уменьшить долю. Ну, чтобы было вот в рублях положительное число. Итого у меня за сегодня минус 2279 рублей на рынке акций. Вот. Теперь посмотрим, как я захеджировал. Ну, во-первых, вы помните, я говорил, что я купил фьючерс на доллар C. Вот он, C919. У меня их было 4 штуки. 3 штуки я продал. Я уменьшил, я продал части этих фьючерсов. Вот для чего я это сделал. Для того, чтобы... Для того, чтобы... Открыть еще шорт. Вот. Я еще открыл шорт. Еще один купил... Ну, в смысле, открыл позицию еще одну в шорт индекса RPS. Итого у меня стало 2 индекса RPS в шорт. Вот. То есть это индекс, который на падение акций и одновременно рост доллара. То есть здесь вот только рост доллара, понимаете? Вот. А здесь падение индекса акций умноженное, так сказать, на падение доллара. То есть это еще сильнее, чем рост доллара. Вот. Ну и на остаток денег я уже, так сказать, на всю котлету залез. Вот. На остаток денег я купил опцион. Вот он. Опцион ПУТ. Тоже на падение индекса RTS. Опцион ПУТ со страйком 130 тысяч. Вот. Здесь я его купил. И, в общем, так сказать, вот он и вырос. Опцион ПУТ, потому что... Потому что индекс RTS падает, значит, опцион ПУТ растет в цене. Вот. Опцион ПУТ вырос, соответственно, на 15... Почти на 16%. Вырос опцион ПУТ. Вот опционы – это такая штука, которая... Если мы угадываем, то они растут очень быстро. Если мы не угадываем, то он... Ну, как-то падает. А куда ему падать, когда он и так не очень дорогой? То есть, если я вложил деньги в опцион, то, значит, соответственно, опцион стоил 4620 рублей, то если опцион... Ну, если индекс пойдет не туда, куда я думал, то опцион превратится в тыкву. То есть, в ноль. Вот. А если индекс пойдет туда, куда надо, как я и ожидал, то опцион очень здорово вырастет. Вот. Поэтому я купил опцион ПУТ на индекс РТС со страйком. Еще раз говорю. 130 тысяч. Что это такое и с чем это все едят, я рассказываю в самом-самом конце курса биржи для чайников. Таким образом, посмотрите, на акциях у меня минус 2200. На срочном рынке плюс 3447. Акции падают, я в плюсе. Вот таким образом. А вот что с компанией Pfizer? Pfizer продолжила падать. Вот. К сожалению, Pfizer... Американцы пока еще не так активно покупают Viagra, наверное. Pfizer падает. То есть, мои расчеты на бедных американцев, на смысле на американцев, которые все в стрессах, они пока не оправдываются. Значит, американцы пока еще не чувствуют кризиса. Но ничего, мы это подождем. Пока вы видите, что стоп заявок не стоит, потому что я не ожидаю резкого роста российской экономики. Почему? Сейчас я покажу, почему я не ожидаю. Вот почему. Вот, значит, тут я наблюдаю за индексом S&P 500. Это MetaTrader 4. И там можно наблюдать за индексами, есть такие индикаторы. Вот он сначала вырос, потом начал падать, потом еще упал немножечко, а потом начал валиться. Индекс S&P 500. Вот. Это, посмотрите, график получасовой. Сейчас я включу недельный график. Вот, посмотрите, куда он идет. Идет. Ну, достаточно легко представить. Сейчас я посмотрю, где прямо здесь рисуется линия. Что вот, если по недельному графику. Ну, как бы, сейчас он должен немножечко оступениться и пойти в рост. Вот. Но посмотрите, как упал индекс S&P 500. Я думаю, что до тех пор, пока падает индекс S&P 500, в общем-то, вряд ли будет российский индекс расти. Да, по поводу санкций, которые внезапно объявил Трамп в субботу, они вообще никак не повлияли на рынок. Вот, для того, чтобы разбираться во всем этом, друзья мои, надо осваивать эти дела, эти премудрости. Посмотрите, все падает вообще, все падает. А денежки при этом растут. Как это сделать? Надо в этом разбираться, надо учиться. Поэтому, если вы в этом не разбираетесь абсолютно, пожалуйста, курс «Биржа для чайников» – это то, что вам надо. Сейчас я еще раз хочу сказать, идет льготная запись по льготной цене. За 50% от стоимости можно записаться на тот курс, который будет в сентябре. Есть два варианта – живой и заочный. По-прежнему запись на этот курс, там на сайте «Биржа для чайников». Ну, а на сегодня все. Я надеюсь, что как-то прояснил немножечко ситуацию с тем, что было в прошлый раз. Про хеджирование немножечко вы поняли, да? Что акции падают. Я просто закупил такие инструменты, которые при падении акции растут. И, в общем, они компенсировали и полностью совершенно компенсировали это падение акций. Ничего страшного у меня не происходит. Вот таким образом. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк. С вами был Димитр Юрий. До встречи.